У всех на слуху в последние дни обсуждение проекта реконструкции Дворца культуры «Энергетик». Споры вызвало мозаичное панно на одной из стен фасадной части. Как только средства массовой информации начали рассказывать о подробностях реконструкции, в соцсетях поднялась шумиха. Кто-то считает, что панно представляет из себя историческую ценность, кто-то не видит в этом ничего особенного. 3 ноября в Центральной библиотеке состоялись публичные слушания по обсуждению проекта, куда были приглашены архитекторы-строители общественность города. 6 февраля 2016 года был объявлен конкурс на лучший проект центральной части города Заянска. В финал вышли 6 работ. При участии общественных городов 12 мая прошла защита проектов. Рассматривался полный архитектурный ансамбль от ДК «Энергетик» до памятника солдату-освободителю. Вместе с тремя парками каждый из проектов горячо обсуждался. Согласно проекту, стена с мозаичным панно должна быть утеплена и закрыта керамогранитной плиткой. Дело в том, что отмостка давно пришла в негодность и сегодня разрушена. Свою лепту вносят и климатические условия. Дожди размывают фундамент здания, от этого по стене с панно пошли трещины. Специалисты считают, что укрепить и закрыть стену необходимо. По его разрушению будет происходить постоянно. Мы можем только их замедлить или прекратить на время. Мы отремонтируем отмостку весной, потому что в данный момент там стоят леса по возведению венфасады. Мы эти работы отложили на весну. И если мы будем здесь лечить эту мозаику, то мы здесь просто должны будем ее разрушить, восстановить там какими-то усиляющими конструкциями и это все закрыть. На данный момент мы закрываем эту часть, чтобы не было, грубо говоря, выветривания, не было попадания осадков в эти трещины, и они не разрушались уже от внешних воздействий. Но как раз это и скроет панно. Ведь люди старшего поколения считают изображение символом ушедшей эпохи и исторической памятью, тогда как молодому поколению изображение ни о чем не говорит. Мозаика, она, да, имеет то, что память, эпоха. По молодежи, как говорится, некоторые молодежи даже не знают, что там по большому счету изображено, да? Как у некоторых спросишь, ради этого я пошел просто по городу и просто в городе спрашивал не возле ДК, а просто у людей спрашивал. Я говорю, помните, что, скажи, что он нарисован на этой мозаике на ДК. Некоторые просто не знают. Кто-то говорит, просто стоят мужики там. А чтобы вот эти тонкости, кто там космонавт, научный там сотрудник или еще что-то, ну нет такой, уже проходит как будто она стена и стена. Там, да, есть панно, есть как бы, да, для кого-то это ценно, на кого-то исторически. Я понимаю, что это труд людей, люди работали, старались, кто-то это рисовал, кто-то это выкладывал. На это и затрачено было много денег, но это не культурное наследие, чтобы за него так бороться. На публичных слушаниях были обсуждены масса проектов, учтены пожелания общественности, дана историческая оценка, заслушаны доводы строителей. Все решения зафиксированы в протоколе совещания. Главой Заинского муниципального района Розивом Каримовым было принято решение о том, что мозаичное полотно остается на фасаде здания. И руководителю подрядной организации указано на немедленное начало работ по демонтажу новых строительных конструкций. К работам по фасаду на мозаичном полотне вернуться в теплую погоду весной.